Защитимся вместе, вакцины действуют. Эти слова стали лить мотивом очередной недели иммунизации. Крупномасштабный образовательный проект объединяет клиники и медицинские учреждения европейских стран, доктора которых уверены, с помощью прививок можно противостоять серьезным инфекционным заболеваниям. В Беларуси тема вакцинации имеет государственный статус. На уровне Министерства здравоохранения принимаются комплексные программы, стимулирующие людей делать прививки. Это позволяет избегать серьезных эпидемических всплесков. У нас на сегодняшний день регистрируется спорадический уровень заболеваемости воздушно-капельными вакциноуправляемыми инфекциями. Ряд инфекций у нас не регистрируется вообще на территории области и страны тоже. И это такие тяжелые инфекции, как полиомиелит, дифтерия, краснуха. Я приведу два примера по краснухе и по коре. Против краснухи в нашей стране вакцинация стала проводиться в 1995 году. И уже через 12 лет на территории нашей области краснуха не регистрируется. Этим и многим другим темам была посвящена большая пресс-конференция, которая прошла в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. За круглым столом собрались специалисты, активно занимающиеся изучением природы инфекционных заболеваний. Да, сегодня в Беларуси наблюдается довольно стабильная обстановка. Однако нередки случаи завоза опасных заболеваний из-за рубежа. И если человек не привит, например, от кори, то именно он в группе риска. С 2007 года у нас тоже практически кори не регистрируются. Вот этот вот год, 2007 год, когда мы говорим о том, что у нас установилась стойкая эпидемиологическая благополучие по коре. У нас были годы, когда у нас эта заболеваемость не регистрировалась вообще. А в последние годы, да, начиная с 2014 года, у нас регистрируются завозные случаи кори, которые не имеют широкого распространения. Но нужно помнить, что корь – это очень контагиозная инфекция, и возбудитель всегда найдет свою жертву, найдет неиммунных лиц. И заболеваемость среди неиммунных, она приближается к 100%. Что же касается детей, то здесь медики говорят в один голос – прививать нужно. Большую часть вакцин малыш получает в первые годы жизни, тем самым у него формируется иммунитет к серьезным инфекционным заболеваниям. Однако перед процедурой ребенок проходит комплексный осмотр у педиатра, и только после, получив разрешение специалиста, может быть привит. Основная масса прививок делается в возрасте до года. Почему? Потому что маленькие дети ни от чего не защищены. И в первую очередь, это, конечно, если следовать по календарю прививок, то это сначала прививочка против туберкулеза, БЦЖ, затем это вирусная гепатит идет, потом, как лишь дифтерия, столбняк, ну и когда у ребеночка исполняется годик, то тогда уже у нас прививочка против кори, краснухи, эпидпаратита. То есть видите, какая массовая вакцинация идет на первом году жизни. Это очень важно, потому что, во-первых, все эти инфекционные заболевания, о которых я говорила, у детей притекают очень тяжело. В рамках недели иммунизации пройдет большое количество мероприятий, в том числе и горячих линий, на которых специалисты ответят на актуальные вопросы. Кроме того, получить консультацию можно и у своего терапевта по месту регистрации.